дорогие друзья я приветствую вас на канале шьем сыришей сегодняшнее видео достаточно необычное на этот мастер-класс меня натолкнула жизненная ситуация я ехала вечером за рулем а как вы понимаете темнеет сейчас рано и поймала себя на мысли что я не вижу людей которые идут где-то по обочине причем не по своей вине зрение у меня хорошая а потому что их вообще не видно люди ходят в черном в сером в темно-синем в темно-зеленом причем это мужчины и женщины и дети и я поняла насколько они находятся в серьезные опасности потому что их не видно вообще их абсолютно не видно до тех пор пока фары уже не подсветят их куртку а это уже достаточно близкое расстояние поэтому придя домой я поняла что нужно проверить нашу одежду выгребла все из гардероба и начала проверять где есть светоотражающие ленты на детской одежде на мужской на своей и понимаю что нет если на детской одежде производители ставят светоотражающую ленту хотя бы где-то на рукавах на брючинах то на мужской нет на женской нет мы ходим в красивых пальто куда там поставить светоотражающую ленту какую-нибудь широкую как у дорожных рабочих всем привет дорожным рабочим уважаю все профессии я пришла к выводу что нужно с этим что-то делать поэтому этот мастер-класс будет посвящен нашей всеобщей безопасности я нашла решение вот таким образом есть такой тонкий светоотражающий кант и вообще очень много разных светоотражающих лент но кант я выбрала именно из-за того что его не так много но когда фары будут подсвечивать он будет ярко виден если вы решите более кардинально изменить и улучшить свою верхнюю одежду тогда конечно вы можете выбрать ленту и прям вот нашить такие ленты на рукава на капюшон и в общем куда решите в этом мастер-классе я хочу показать как вшить вот такой кант в готовое изделие это может быть вообще все что угодно это может быть кокетка на спинке это ну вообще вот внимательно рассмотрите свои вещи и посмотрите где вам удобнее всего поставить кант потому что мы вот с михаилом рассуждали куда его поставить если его поставить в шов кокетки на спинке то там будет у ребенка или у мужчины к примеру рюкзак то все его уже не будет видно в общем мы пришли к выводу что практически идеальный вариант это поставить кант в капюшон особенно если капюшон двухшовный вот такой у нас образец капюшона чтобы вам было видно показывать я буду не на нём принцип работы и принцип вшивания канта я покажу на образце но здесь хочу вам показать как обойти сложные участки изделие это готовое здесь уже обработана кулиска для шнурка здесь уже втачена молния это все-таки такие трудоемкие участки которые не хочется распарывать а потом заново сшивать можно вставить этот кант не до конца не от начала капюшона и не до конца то есть вот на этом участке на основном участке он будет и вот здесь сантиметра два с половиной три не доходя до молнии можно уже это место не распарывать и сюда не соваться и то же самое не доходя до вот этой кулиски для шнурка вот до сюда то есть этот участок у вас будет полностью со светоотражающим кантом вот так вот сделаете симметрично и будет очень здорово продаются конечно всякие вот эти вот причуды и светоотражающие которые можно наклеивать на рюкзаки виде всевозможных вариантов но это такие предметы которые можно случайно забыть где-то потерять поэтому если сделать это прям в одежду если вставить светоотражающий кант прямо в одежду тогда вы никогда его не забудете и будете в большей безопасности чем все остальные на кусочки которые будет имитировать наш капюшон я покажу как усовершенствовать его и сделать изделие более безопасным и еще это видео пригодится всем кто просто хочет научиться работать со вшивными кантами вот мой образец напоминающий капюшон если у вас одношовный капюшон то будет именно таким образом если двухшовный то будет в середине прямая полоса с которой кстати гораздо легче работать по вот этой дуге будем вшивать кант здесь я специально застрочила начало и конец капюшона чтобы все было правдоподобно мы с вами на этом образце все сделаем у меня вот это изнаночная сторона вот так вот на лицевую сторону он будет выглядеть вот здесь шов в общем предлагаю начать специально подпорола кант чтобы вы посмотрели из чего он состоит вот такой плетеный шнур основа которая как кромка она практически не тянется вот такая прорезиненная ткань со светоотражающими частицами из полиэстера все канты сделаны по одному и тому же принципу наша задача втачать этот кант таким образом чтобы его видно было только вот с этой стороны сейчас скажу как чтобы он виднелся только вот это место где проложен шнур все тогда он получается тоненький красивый аккуратный и в нашем случае этого будет достаточно сначала кант любой кант сначала нужно продекотировать то есть сначала я прошлась утюгом выровняла все и теперь буду втачивать когда вы подпорите свой капюшон или любое другое место в верхней одежде то будете действовать точно так же вот так подкладываете кант и чуть-чуть выпускаете его вот здесь все фиксируем со стороны канта работаем вот здесь хвостик оставляем потому что он у нас будет идти не на вылет если мы шили изначально капюшон с кантом при этом все кто сейчас работают с капюшонами вернитесь на шаг назад и вшейте в капюшон и кант вот так от начала до конца это будет очень полезно а все кто берут свою готовую одежду и хочет вшить кант действуем вот таким образом раскрыли к одному припуску шва к одному припуску шва вот так прикололи буквально двумя булавками и идем к швейной машине это еще не все в швейной машине есть разные лапки и у вас есть лапка для вшивания по тайной молнии для вшивания обычной молнии или какая-то односторонняя лапка в комплекте с этой машинкой есть вот такая лапка специально для потайной молнии и есть тоненькие тоненькие канты которые можно вшивать с помощью такой лапки но чаще всего мы работаем вот с такой лапкой или для вшивания обычной молнии или односторонней сейчас моя задача прошить на миллиметр в сторону шнура или по вот этой строчки про фабричный или чуть ближе в сторону шнура вот сюда смотря как настроена у вас машинка я специально создала себе такие же условия как у вас что у меня вот здесь частично застрочено дальше я хочу вставить кант и там снова застрочено поэтому от вот этой точке где у меня застрочено от этой точки я хочу сразу вшить кант отлично настроена машинка просто великолепно очень удобная лапка небольшая закрепка в начале обязательно отлично все хорошо мне все нравится не так просто вот эти все дуги прошивать с помощью канта еще но нужно научиться это сделать потому что капюшон это очень классное место куда можно хорошо красиво вшить кант не отвлекая все от основного изделия заметьте я ничего не приметывала я просто придерживаю кант совмещаю вот здесь срезы совмещаю срезы и прокладываю строчку здесь конечно вообще вопросов нет производитель настолько продумал все лапки настолько продумал их количество что просто уважение прекрасная машинка мне очень нравится кстати машинка у меня новая и всем кому интересно что это за машинка и как купить ее со скидкой переходите по ссылке в описании там есть промо код шьем сыришей так а мы продолжаем притачивать кант такими небольшими перебежками на самом деле не растягиваем потому что и кант тоже не надо тянуть он сам по себе такой именно этот кант он видите такой из плащевки прорезиненный он может созбариваться поэтому вы должны аккуратно его подкладывать так как идет направление среза то есть мы не вне вытягиваем вот таким образом не делаем по прямой а вот так как направление среза идет вот так же и мы подкладываем этот кант мне хочется чтобы за один вечер вы пересмотрели всю одежду и поставили вот такие канты или ленты туда где они действительно нужны возможно это кому-то спасет жизнь и заметьте точно так же пришиваются обычные канты сначала притачиваем к одной стороне эта строчка будет для нас служить очень важным ориентиром все здесь прекрасно все настроено поэтому я могу даже ускориться могу даже ускориться и заканчиваю точно так же вот здесь у меня строчка так же как и у вас да если вы улучшаете свои изделия вот здесь она заканчивается это значит что кант он же должен быть на лицевой стороне то есть мы его пришиваем дальше не не вот так а вот таким образом чтобы он попал вот сюда на лицевую сторону не дострачивая один стежок вот это сейчас супер важная информация была притачиваем и не дострачиваем один стежок делаем хорошую закрепку реверс все вот так у меня получилось давайте я срежу все лишнее оставляю вот такой хвостик в начале и в конце один полезный совет я надеюсь в этом видео вы услышали не один полезный совет но по поводу кантов просто что хочу сказать когда вы видите что кант у вас присборился вы помните что присборивается там внутри вот этот шнурок поэтому вы можете вот так вот взять рукой за основу потянуть и тогда шнурок там немножко расправится и у вас уйдет вот эта вся лишняя сборка вот так вот слегка подтягиваете но это только в том случае если вы видите что он немножко присобрался если вы сделаете все это в капюшоне тогда вы же понимаете что он пришьется будет вывернут на лицевую сторону и он кант будет располагаться по большей дуге поэтому здесь никак нельзя чтобы он был присборен поэтому вот так чуть-чуть растягиваем шнурок чуть-чуть у нас вот с этих крайних мест заходит вовнутрь потому что необязательно вот сейчас например бежать на заутюжили стол и все это утюжить все накрываю второй стороной почему мы не дострачивали один стежок нам нужно место куда развернуть вот этот хвостик его нельзя обрезать под корень его также нельзя оставлять большим поэтому просто под 90 градусов вот как угодно на самом деле лучше вот так и вот эта часть канта вот эта часть канта как раз и заполняет вот этот один недостроченный стежок накрываем все это второй стороной и скалываем вторую сторону по вашему желанию можете сметать если у вас все точно тогда не обязательно но шить мы с вами будем прокладывать строчку будем по стороне где у нас уже проложена первая строчка я уравниваю срезы кант у меня сложен здесь вначале под 90 градусов и проделываю всю ту же самую работу единственное что сейчас я должна прошить этот первый стежок чтобы закрепить вот этот угол у канта кстати когда вы прокладываете эту строчку то можно еще дальше начать потому что этот участок вам нужно закрепить тот что вы не распороли на капюшоне свой родной шов его можно закрепить и пройти как бы дальше ой я не знаю я надеюсь я понятно объяснила закрепила предыдущую строчку перехожу на кант который под 90 градусов здесь делаю еще одну закрепку на всякий случай толщина здесь побольше поэтому аккуратно проходите это место и сейчас вам будет видно как нужно прокладывать строчку идеально если вы попадете точно стежок в стежок вот сюда в первую строчку вот так вшиваются канты в любое изделие очень аккуратно попадаем в ту же строчку которой мы притачивали кант в конце все то же самое сделала под 90 градусов кант положила все придерживаю и прокладываю строчку где у меня кант я там делаю закрепку и можно сразу сделать закрепку шва если вы там распарывали конечно я рекомендую вам не то что распарывать и ставить канты в готовые изделия это тоже но когда вы шьете изделие вот тогда на этом этапе уже продумывайте что вам нужно будет сделать если у вас двухшовный капюшон вам нужно проделать эту операцию со второго шва также и вот так оно будет с лицевой стороны вот так мы начали вот здесь уже человеку не подлезть потому что здесь кулиска под шнурок дальше все аккуратно и вообще если этот мастер-класс смотреть человеку который просто хочет научиться вшивать канты вот точно та же технология и вот здесь вот в конце также он уходит вот туда вовнутрь все все очень даже красиво если еще и от утюжить но вообще будет просто просто песня вы спросите как же я в этот капюшон залезу как же сделать это капюшон обычно состоит из двух частей лицевая и изнаночная вот вы на изнаночной стороне капюшона вы на изнаночной стороне капюшона выберите участок вот примерно вот здесь на самом перегибе на самой дуге вот здесь под парите его вы верните капюшон и работайте дальше почему именно на вот этом участке потому что если капюшон раскрыт то у вас видно вот эту часть которая около затылка если капюшон надет тогда у вас бывает видно что вот эту часть видно а эта часть всегда остается вот так вот прикрыта когда вы закончите вот эту всю работу обратно все вы верните и не на машинке а вот так аккуратненько иголочкой туда обратно зашьете вот этот участок после того как вы проделаете всю эту работу вы будете уверены что вас видно в темноте со светоотражающим кантом или вы просто украсите свое изделие любым кантом канты можно использовать где угодно они всегда остаются в тренде изделия в пижамном стиле это абсолютно везде канты поэтому вот эта технология обработки вам абсолютно подходит я считаю это видео было социально значимым потому что хочется чтобы вы были в безопасности ваши дети ваши родные поэтому еще раз призываю посмотрите ваши готовые изделия покупные ваши куртки и убедитесь что вас видно в темноте помните что канты можно вставлять везде в худи в брюки в куртке даже в футболке вот куда угодно поэтому тренируйтесь пробуйте теперь моя душа будет спокойно что вы будете в безопасности я очень рада что дала вам сегодня этот материал оставляйте свои комментарии что вы об этом думаете мне очень интересно и пожалуйста напишите в комментариях все те кто последовал моему совету и вставил в ваше изделие светоотражающие ленты канты и позаботился о своей безопасности подписывайтесь на наш канал подписывайтесь наши остальные соцсети приобретайте наши великолепные курсы переходите по ссылкам в описании к этому видео смотрите какие есть швейные машинки какой есть авторский инструмент оставайтесь с нами ваша Ириша ооо твои деепричастные обороты меня убивают к делу не относится иномарка новая машина хорошие фары вообще все абсолютно новое то есть должно быть все видно а людей не видно и и и